Всем привет! Вы на канале Sailing Oli. На канале мы будем рассказывать, как мы ремонтируем лодку, готовим ее к путешествию, как жить, учиться и работать на маленькой лодочке 35 футов вчетвером. Я Наташа, муж Сергея, Иви Юнги, Егор и Никита. Задавайте вопросы, мы с удовольствием на них будем отвечать. Пришло время обслуживания аккумуляторов. Аккумуляторных батарей. Инструмент для обслуживания. Нас не устраивает то, что наши батареи быстро заряжаются и быстро разряжаются. Полагаем, что они сульфатировались. Короче, они потеряли емкость, и мы сейчас попробуем произвести ряд мер, выполнить ряд мер по восстановлению их емкости. Не знаем, что из этого получится, но хуже точно не будет. Будем их заряжать напряжением выше положенного, но малым током. Таким образом они немножко вскипят, и после этого восстановят емкость. Наверное. Ты будешь какую-нибудь статистику сай выбирать, что было, что будет? Ну, сейчас у меня есть статистика. Емкость двух батарей по 185 Ач, соединенных параллельно, должна составлять 370 Ач в идеальных условиях. Она составляет около 100 Ач. Хотелось бы раза в два ее хотя бы повысить, было бы уже классно. Зачем это все ты хочешь делать? Зачем я хочу батареи большей емкости? Ну, будет хвататься на подольше. Нам нужно, если мы хотим существовать вне Марины, нам нужно, чтобы батарей хватало на сутки, без подпитки внешней. На сутки их явно не хватает. Их хватает на одну ночь, то есть часов на 12, из которых часов 6. Часов 6 они расходуются на свет, на печку, на какие-то зарядку ноутов. А остальное... Ну, и на холодильник. Остальные 6 часов чисто на холодильник. И вот этого не хватает. Панели-то мы прикупили. Итого у нас сейчас 400 Вт. А батареи не тянут больше одной ночи. Почему мы аккумуляторы не можем купить? Да, мы же хотим литиевые аккумуляторы купить, заменить эти. Но не можем. А почему не можем? Потому что на Майорку из Китая аккумуляторы не везут. А у нас денег хватает только на китайский аккумулятор. На китайский литий. Не, можно было, конечно, небольшой банк аккумуляторов купить. Ну, небольшую ёмкость. Но хочется-то побольше. Но у меня в планах там 500-600 ампер часов. И за вменяемые деньги это только в Китае можно купить. Ну, кстати, BMS-платы уже купили. Соответственно... И думали, аккумуляторы приедут. Но потом получили сообщение. Да, и даже заказали аккумуляторы. Китаец такой говорит, ой, я вам доставить не могу. Мы такие, а как же так? Так, я начал другим компаниям, ну, другим продавцам писать. Они говорят, тоже не можем доставить. Некоторые хитрожопые китайцы говорят, а вы оплатите, а там посмотрим. Ну, если оплатить, это деньги будут... Зависнут на Алиэкспрессе на месяца-полтора. Ну, у нас на месяц зависли. Китаец быстро нам спор закрыл. Так что за покупкой аккумуляторов нужно ехать на континентальную Испанию. Да, у нас план-то какой? Взять, доехать до континентальной Испании на этих аккумуляторах. Там встать в Марину, получить аккумуляторы из Китая, заменить аккумуляторы. А эти, эти два аккумулятора я хотел поставить на лебёдку и на баутрастер, ну, на носовую подрульку. Они там прекрасно бы работали. Просто вот эти аккумуляторы, они стартовые, они не предназначены для глубокого разряда. То есть они от этого портятся. Они сервисными быть не могут. Как ты будешь манипуляции проводить, про которые ты сейчас рассказывал? Я хочу взять, у нас две батареи сервисных. Я хочу одну взять, отсоединить и начать заряжать с теми параметрами, которые меня интересуют сейчас. Вот этими восстановительными параметрами. Для этого есть два варианта. Сама батарея весит 43 килограмма каждая. Первый вариант – это вытащить одну батарею. Ну, я что-то очень сомневаюсь, что я смогу это сделать. Вторая идея – заряжать прямо здесь. Но при таких параметрах заряда будет выделяться газ, водород, кислород из электролита. То есть это нестандартные параметры. И они будут разъедать всё, что здесь находится. Тоже плохо. Ну и дышать этим. Ну и вообще оно потенциально взрывоопасно. Включат. Ну, если руками не давать. Крышечка открылась легко. Да. Аккумуляторы… Влаго. Это нормально? Это кислота. Аккумуляторы мы считали необслуживаемые. А они оказались обслуживаемые. И здесь видно уровень электролита. Я же уже даже эту… Как её? Дистиллированную воду купил. Думаю, подолью. Если даже необслуживаемые, то я дырочку просверлю и залью. А тут, оказывается, подковыриваешь и всё. У тебя вот, пожалуйста, все банки доступны. Ну ты зверюга, Серёжа. А? Ну ты зверюга. В смысле? Сейчас мы тут отравимся. Чем отравимся? Какие тут испарения нет никаких. Оно не кипит, вон, видно. А ты заряжаешь уже? Сейчас я туда ещё лампочку… Ну, в смысле, оно заряжается. Вон там я береговое питание подключил. Нет, ещё тем зарядом ещё не заряжается. Это фигня? Пожалуй, не буду сегодня тут за компьютером работать. Пойду в носовую каюту. Да, боишься? Порасслабляюсь, так сказать. Посмотрю какое-нибудь историческое видео альтернативной истории. Я уже давно знаю, как кислотные аккумуляторы работают. Мне было интересно насчёт параметров. Это да. То, что внутри аккумулятора кислотного кислота разбавлено дистиллированной водой, это же известный факт. Любимое Серёжа на хобби что-нибудь разобрать и посмотреть, как оно устроено. Да, на лодке это очень легко достигается. Даже если не хочешь. Так. У меня фонарик для труднодоступных мест. Powerbank и светодиодный светильник из Икеи. Так, что мы там видим? Ну, как тут всё запущено? Да нет, там просто пластины. Сепараторы. Может, тебе очки хотя бы одеть? Так оно не брызгать. Ну, не томи же, не томи. Давай, рассказывай. Ну, что надо сказать? Ну, видно, на пластинах есть наросты оксида. Кристаллы эти, да? Про которые ты говорил? Да, видимо, это и есть они. Ну, такие специалисты-то не особо в аккумуляторах. Да, в кислотных, во всяком случае. Видно пузырьки газа. Пузырьки выделяются, потому что аккумуляторы практически полностью заряжены. Сейчас идёт заряд с 7 ампер током. Максимальный заряд у нас 40 ампер ток. Аккумуляторы очень большие, поэтому это уже, можно сказать, финальная стадия заряда. Окей. Ну, электролит во всяком случае везде есть. И его по горлышку. Это значит, они не выгибли. Сейчас мы проверим уровень электролита более точно с помощью бумажки. Надо взять какую-нибудь картоночку такую или бумажку ровненькую. Ну, бумажки у нас много. И её нарезать одинаковыми смотри, подойдёт одинаковыми кусочками. там нужно где-то не нужно порезать. Смотри, вон там, во втором ящике. По крайней мере, обычно они должны лежать там. Да. Так, наверное, столько хватит. Делай раз. какую-нибудь дощечку взять. Куда-то ты будешь всё складывать, чтобы на столке. Я буду мусорное ведро сразу же складывать. Идеальный вариант. Вот. Теперь они все одинакового размера. Делаем небольшой загибчик, чтобы не убежало. Отденять очки на всякий случай из глаза. Да не брызгает оно. Ой. Упёрлась. Ну, и будем считать, что вот уперлась, это значит оно и всё. Вот. Сколько здесь сантиметров? Линеечку давай. Берём линеечку. Замеряем сколько здесь. На 14 миллиметров. Так. Отправляем это. А вон, ты ведро сзади открой и сразу там бросает. Так. Берём следующую. Загибаем столько же, сколько было. Опускаем. дырку. Подожди, я же в ту же дырку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кстати, замерим. 12. В прошлый раз некорректно замерим. Так. Окей. Ещё раз замерим. У меня бумажек много. статистику соберём. Так. Нет, всё-таки 14. Так. Научился я замерять. Так. Оп. Должно быть одинаково везде? Да, должно быть примерно одинаково. сколько я не увидела? 14. Идём дальше. Банка номер 3. 16. Здесь чуть побольше. Вообще надо использовать для этой операции специальный щуп. Да, специальный измерительный прибор. Я не помню как он называется. Мы наверное потом добавим, да? Он измеряет плотность электролита. Есть определённые нормативы по которой какая плотность должна быть на заряженном и на разряженном аккумуляторе. Можно его конечно на Алиэкспресс купить. Если его не разобьют пока он едет, то будет классно. Оба! Скрываем следующую. Лобись! Отделение или как это называется? Следующий ряд банок. Я сделал шплинги. Вот они. Шплинги. на одной утке всё идёт до швырток. Один идёт туда на утку, другой идёт сюда в петвуху, идёт сюда, на утку там заходит и всё с ним. А который уже был на утке, он идёт вот на этот демпфер. Никита сделал дом. Я видел я! Да, Никитина чупачаблик здесь. Чупачаблик. Чупачаблик. Чупачаблик скорее, потому что я девочка. Первое, что у Никиты здесь есть, это кран, а другую комфортка спичкой. Это столик. И мыло. И мыло. Ну, ему ещё стёкла осталось поставить. И вот, самое прикольное в Никитин доме, что у него крыша разных цветов. Мне это бросилось в глаза. Очень прикольно. У нас здесь петелька была приделана на панель. Петелька нержавеющая и у неё пин вот такой вот внутри. А нам-то хочется, чтобы панельку снять можно было. Взяли и пин заменили на болт шестигранный с гаечкой самоконтрящейся. Как ты прикреплял эту панель? Одно крепление на леера посредством вот такой вот алюминиевого такого профиля. Это нержавеющие ой, как это называется-то? Скоба. Да, скоба нержавеющая на заклепках. И с прокладочкой, да? Да. Пока алюминиевые заклепки, возможно, я нержавеющие поставлю, потому что алюминиевые, наверное, будут быстро отгнивать. Дальше крепится к самой панели. Здесь я еще переделаю, потому что здесь надо усиление сделать. Профиль самой панели очень тонкий, 1 мм. Я на панели по правому борту уже это сделал усиление, а здесь еще пока не сделал. Тут что? С этой стороны тут тоже будет модернизация небольшая. Нужно вот эту часть передвинуть вот сюда. это хомут нержавеющий, это труба, труба, короче, водопроводная труба, пластикная. Она разрезная и четко подходит наш нужного диаметра. нужного диаметра. 25 мм внутренние диаметры. сверху соответственно это дело все стягивается вот этим нержавеющим в строительном магазине он полностью нержавеющий и ну вот эта часть она вращается легко по трубке. Это все вот с той стороны уже сделано более финально. Эти панели мы расположили на корме сбоку и так расположили чтобы они не выходили за габариты лодки. У них будет три рабочих положения покажи Сережа. А тут приключено. Давай там тоже привязано. Короче будет горизонтальное 45 в эту сторону и 45 в ту сторону градусов. Нужно придумать как это делать. не придумали как будем фиксировать положение в нужном. Видимо какой-нибудь укосенный. Один аккумулятор у нас оказался окончательно сдохший. Восстановить его не удалось и нужно его отсюда вытащить и отнести на утилизацию. 40 килограмм. 40! Сережа как всегда от помощи отказался. Можешь поснимать. А как тут можно какая помощь? Я вот думаю как она отсюда выглядит. Можно стол развернуть и я встану ближе. Кстати стол развернуть это и дело. А то она мне тут не пойдет. Видишь какая я у тебя умная. Ой вообще не то что я. Главное никакой провод не оторвать важный. А там не закоротит ничего? Вот очень хотелось бы чтобы не закоротил. и куда ты его дальше будешь сейчас? Кстати не так уж и сложно было. Что на понтон его надо выставить? Потом дольше готовился морально. я отсоединял провода там же было подключено ну они же параллельно были соединены соответственно подходили плюсовая клемма к одной плюсовой клемме аккумулятора а минусовая клемма соответственно к другой минусовой клемме другого аккумулятора таким образом типа нагрузка была одинаковая кстати второй аккумулятор не сдох только из-за того что у него клеммы были окислившись и его зарядка не перезаряжала а этот был постоянно перезаряжен из-за этого от береговой зарядки берегового блок питания и поэтому сдох но это мое предположение так теперь это надо туда так аккумулятор вынесли на понтон и решили два других аккумулятора подвинуть ближе к центру лодки поскольку освободилось место но оказалась проблема один из проводов был жесткий очень один вот мягкий провод а другой жесткий пришлось их менять жесткие тоньше намного кто-то сэкономил вот такой мы поставили ну такой же только синими наконечники с черными наконечниками вот он визуально не отвечаешь почти почему жесткая изоляция она пластиковая а это резиновая изоляция ну и видимо там более мелкие живые странно вот кстати написано один на 70 квадратных миллиметров то есть подложение провода 70 квадратных миллиметров а здесь тоже 70 квадратных миллиметров то есть они внутри одинаковые а снаружи за счет резиновой изоляции которая толще диаметр финальный разный совершенно да намного больше да этот деревянный осталось у нас два аккумулятора один стартовый для двигателя и один рабочий потом у нас будет большой проект по переделке электрики уже материалы большей частью куплены это после установки лития последняя проверка перед выкидыванием мы тут подумали а вдруг он хороший оказалось нет нехороший чудо не произошло 5,9 вольт для 12 вольтового не самое лучшее у него там половина банок коротнуло ну никак не половина несколько банок коротнуло из 6 остальные сильно деградировали то есть там все пластины развалились ну давай следующая итерация следующая ступенька я через эту сторону пойду так а что на меня письмо а это наша вода то тут как бы кислоты много я еще туда подналил несколько несколько литр литра три дистиллированной воды 11 часов и почти все Сережка закончил прикрепил аккумулятор и переставил все будем ставить литий здесь будет сделан короб перекоммутированная вся электроника и тут появится свободное место потому что литий батареи небольшого размера спасибо за просмотр видео надеюсь вам было интересно и полезно если у вас остались какие-то вопросы пишите их в комментариях мы с удовольствием на них ответим с вами были Егорка Микитка Наташа и Сергей подписывайтесь на канал ставьте колокольчик о уведомлениях о новых видео чтобы не пропускать наши новинки всем пока пока